Британская промышленность 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 анатомической магнитно-резонансной томографии. Из них 203 человека совершили убийство, 475 акты насилия и 130 были виновниками административных и других нетяжких преступлений. В результате выяснилось, что мозг преступников-убийц по сравнению с мозгом двух других групп имел существенный дефицит серого вещества. Это ткани мозга, богатые нейронами. Серого вещества было недостаточно во многих областях коры головного мозга, которые играют ключевую роль в принятии решений и контроле поведения. Анализ мозга двух других групп заключенных не отличался друг от друга, поясняет автор статьи. Оригинальность исследования заключается в том, что ученые заранее сознательно исключили из анализа заключенных с неврологическими или психическими расстройствами, что называется для чистоты эксперимента. Результаты несут два месседжа. Нет области мозга, определяющей склонность к убийству, так же, как и нет генопреступления. Однако это исследование раскрывает в мозгу убийц нарушения, которые затрагивают важные цепи в управлении социальными взаимодействиями и в контроле эмоций и действий, заключает Леотанг. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok